Друзья, всем привет! С вами снова я, Артем, и компания Сферокар. От наших клиентов поступает очень много запросов на европейские автомобили. С чем это связано? С тем, что, возможно, дилерские центры сейчас подняли стоимость по автомобилям. Второе, возможно, в том, что есть большая очередь за этими автомобилями, потому что спрос сразу же вырос, все хотели куда-то вложить деньги, и сейчас, чтобы дождаться свой автомобиль, ждать год, наверное. Я не знаю, вы можете написать в комментариях. Либо, возможно, еще с другими факторами это связано. Но запросы есть, и для того, чтобы вам в целом понимать, что и сколько стоит, мы вам продемонстрируем это наглядно. Внимание на экран. Итак, друзья, начнем с одного из популярных автомобилей. Это BMW 5-й серии, пятерка. Знаете, в каких фильмах снималась эта модель? Не припомню. Но где-то снималась мельком, точно, по-любому. А еще есть у нас видеообзор на данную модель. Зайдите, обязательно посмотрите. Ссылочка вот здесь наверху будет. Итак, начнем с пятой серией BMW. Два литра. Буковка I. Это что значит, уважаемые телезрители? Разбираетесь, не разбираетесь? Подскажу. Бензин. Бензиновая модель. Два литра турбо. Тринадцать тысяч пробег. Четверка оценка. Персик. Персик. Потому что пробег маленький. И девятнадцатый год. Стоимость данного автомобиля? Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей. Второй вариант. Второй вариант. Это такая же BMW, только дизельная. Она также турбовая. Вот. Двадцать на тысяча пробег. Вообще пятерка оценкой. Здесь белый ваш любимый цвет. Пожалуйста. На номерах. Стоимость этого аппарата. Два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч рублей. И третий вариант. Вот это по мне. Вот этот вариант. Крутой. Знаете почему? Потому что гибрид турбо. Гибрид. Ну, блин. Все, что можно было сложить в этот автомобиль. Все туда упаковали. И, между прочим, на российский рынок гибрид не выпускается. Какой вариант? Привезти откуда-нибудь либо из Японии. Где хорошо эксплуатируют и качественные масла заливают. Шестнадцать тысяч пробег. Четыре с половиной оценка. И стоимость данного автомобиля. Ну, ориентировочно в два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей. Можно купить такой превосходный вариант. Как по мне, BMW, вот когда мы делали обзор, вживую видели этот автомобиль, да. Тачка крутая. То есть, в принципе, этот автомобиль может напрямую посоревноваться с крауном. Есть определенные фишки в этих автомобилях, которые мы на Дальнем Востоке, ну, они для нас, как бы, немножечко так в диковинку, да. Потому что у нас, как правило, здесь правый японский руль. Машина крутая, стоимость интересная. Погнали дальше. BMW третья серия. Две тысячи восемнадцатый год. Четыре с половиной оценка. Пятьдесят семь тысяч пробег. Такая более, так скажем, пацанская тачка. Такой пацанский вариант, да. Стоимость автомобиля. Миллион семьсот шестьдесят тысяч рублей. Вперед, идем вперед. И еще один вариант. Двадцать девять тысяч пробег. Четыре с половиной оценка. М-спорт. Заценили? Вы же любите. Вот у нас, что есть. У нас у японцев другие комплектации. А вы ценили. М-спорт, АМГ. Все вот это вот. АМГ попозже будет. Потерпите. Стоимость этого автомобиля. Миллион девятьсот тридцать тысяч рублей. Друзья, напишите также в комментариях, что предпочтительнее. Какая серия BMW из седанов, да. Мы не представили семерку. Мы представляем варианты, которые мы больше видим на дорогах. По которым больше идет запросов. Если интересна семерка, мы для вас ее рассчитаем. Вам главное просто написать. Далее. Друзья, и перед тем, как перейти на следующую модель. Хочу обратить ваше внимание. Те BMW, которые мы вам сейчас показали. А они все на заднем приводе. И в Японии найти полный привод. Но, скорее всего, просто будет нереально. Поэтому, если у вас есть запрос. И вы готовы есть на заднем приводе. А задний привод, это что? Это эмоции. Правильно. Звоните и обращайтесь. Ну, а мы пойдем дальше. Дальше у нас... Дальше у нас... Volkswagen Tiguan. Правильно назвал? Правильно. Наверное. Если неправильно, поправьте. Никто не мешает написать. 45 тысяч пробег, четверка, оценка 1.4. Это бензин, турбо, передний привод. Стоимость этого автомобиля 2018 год. Миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей. Слушайте, очень классная цена. И очень конкурентный кроссовер. Взять, к примеру, Vezel, CHR. Если вам нравится внешний вид, если вам нравится салон, почему бы и нет? Почему бы и не выделиться даже здесь, на Дальнем Востоке? На вот таком красавчике. Но по салону вопрос на самом деле спорный. Если честно, CHR, на мой взгляд, симпатичней. Vezel тоже симпатичней. Но тут на вкус и цвет. Правильно? Правильно. Дальше еще один вариант. 41 тысяча пробег, четверка, оценка. 2019 год. Черный цвет. На номерах. Давайте здесь посмотрим, салон что-нибудь изменилось. Да, ничего. Потому что машина такая же. Стоимость этого автомобиля миллион шестьсот двадцать тысяч рублей. Друзья, повторюсь, это передний привод 1.4 турбо. Следующий вариант. Это два литра полный привод. Дизель. Белый цвет. 14 тысяч пробег, четыре с половиной оценка. Такой вариант. Давайте, ну, третий раз заглянем в салон уже. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона четыреста двадцать тысяч рублей. И еще один Tiguan. 14 тысяч пробег, четыре с половиной оценка. Серебристый. Вот такой цвет интересный. Какой-нибудь, ну, обычный серебристый цвет. 2018 год. Стоимость 2.430. Полный привод. Дизель. Есть где соляру брать. Вариант очень хороший. Только хорошую соляру надо брать. Машина вообще на самом деле, исходя из отцевов, максимально неприхотливая. Так, друзья, и следующий вариант, который мне прям запал в душу, очень сильно запал, прям понравился. Я был бы рядом с вами, где-нибудь ближе к западу, я, наверное, возможно, бы и купил бы его. А знаете почему? Потому что у этого автомобиля полный привод, 280 лошадиных сил, бензин, турбовая тачка, и у нее трансмиссия DQ500. Знаете такую трансмиссию? Вы должны знать по-любому. Заинтриговал или нет? Знаете ответ или нет? Отвечайте быстрее, сейчас открою. Открываю. Это Volkswagen Arteon. Arteon, да? По-любому так говорите. Так, что понравилось? Внешний вид, очень красивый автомобиль внешний. Хотелось бы посмотреть, на самом деле, вживую эту машину. 45 тысяч пробег, оценка четверка, стоимость этого автомобиля 2 миллиона 340 тысяч рублей. Второй вариант. Второй вариант. Второй вариант у нас вот такого интересного цвета. Я знаю любителей такого цвета, кому такой цвет нравится. И на самом деле, очень хорошо выделяется на дороге. 45, извиняюсь, 30 тысяч пробег, 4,5 оценка. И знаете, что самое интересное? Чем вот мне, почему японцы, да, почему они такие большие молодцы? Все потому, что они думают о людях. И даже о людях с ограниченными возможностями. Посмотрите, это управление педалью газа. Вот она. Японцы молодцы, заморочились. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 360 тысяч рублей. Следующий вариант красного цвета. Вот такой персик. 4,5 оценка. 17 тысяч пробег, 19-й год. 2 миллиона 560 тысяч. Ну и, в принципе, все. Тачка внешне симпатичная. Совокупность всего, что в ней есть. А это полный привод, турбо, 280 лошадей. Ну это круто. И мне кажется, она стоит этих денег. Немножечко бы подзаморочились бы с салоном. И было бы вот так. Ну а мы пойдем дальше. Друзья, и следующий интересный автомобиль. И он, знаете, у меня сразу же впечатление, связывающее меня с детством. Когда, помните такси-фильм? Когда вот эти две ешечки 124-е заехали, перекрасились в серебристый цвет, выкатились и полетели дальше. По-любому все смотрели. Но это уже более свежий кузов. И у нас здесь 4,5 оценка, 13 тысяч пробег, 2 литра, турбо, AMG. Все, все, как вы любите, пожалуйста. Вот, вот такой салон, 2 экрана, 2 монитора. Вот такой персик. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 990 тысяч рублей. Нехило, но интересно. Напишите, сколько у вас с таким пробегом, возможно, на БУ рынке продаются такие автомобили. Далее, еще один вариант, также двухлитровый, белого цвета, симпатяга. Блин, ну, вот если брать этот автомобиль, то в белом цвете, мне кажется, его линии прям подчеркивают. Может быть и не так. Это мой вкус, правильно? Все, что вижу, то и говорю. Стоимость этого автомобиля 3 миллиона 150 тысяч рублей. И интересный вариант, это трехлитровый, трехлитровый, шутка, двухлитровый. Двухлитровый гибридный вариант. Стоимость, причем у него пятерка оценка, 30 тысяч пробег, 18 год. Стоимость 2 миллиона 980 тысяч. Почему сказал трехлитровый? Потому что Ешку можно найти трехлитровую на левом руле в Японии. Бензиновую трехлитровую. Но они очень редко торгуются. Торгуются в основном на USS Аукционе. И поэтому, если вам прям интересно, если вы горите, если у вас есть деньги, можете также написать нам. И мы прочитаем для вас, поговорим и обсудим. Итак, следующий вариант. Следующий вариант у нас C-шечка. Mercedes C-класс. Четверка оценка, 20 тысяч пробег. 1,6. Это значит 156 лошадиных сил. Турбо. Задний привод. Вот он, красавец. Стоимость данного автомобиля 2 миллиона 250 тысяч рублей. Следующий вариант. Следующий вариант вот эта дикая кошечка, да? Почему? Потому что полтора литра, полный привод, турбо. И у него 184 лошадиных сил. Ну, давайте. Гибрид еще 10 киловатт. А? Как вам? РК оценка. Есть небольшие замечания. Замена капота. Оценка кузова B. Оценка салона B. Вот такой рыжий салон. Рыжие сидушечки. Круто выглядит. Очень мне нравится вот этот вот цвет. Серый. Темно-серый. Можете сказать мокрый асфальт. Можете сказать по-другому. Как еще можете сказать, можете сказать вот здесь в комментариях. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 350 тысяч рублей. Погнали дальше. А вот вам двухлитровый вариант. А это что? Два литра. Задний привод. 184 лошадиных сил. Синий цвет. Стоимость. Стоимость сейчас скажу. За пробег 32 тысячи и четыре с половиной оценку. 2 миллиона 350 тысяч рублей. Ну и завершаем все это дело. Вариантом с пробегом 23 тысячи. С оценкой 4 с половиной. 2,2 объем. Это у нас дизельная версия. Задний привод. Дизель. Задний привод. Достаточно, кстати, редкий вариант. И очень сложно найти. Также на USS очень много торгуются. Поэтому, если вам интересно уж так сильно, пишем, обращаемся и считаем уже. Будем смотреть. Но здесь, исходя из этого просчета, стоимость будет 2 миллиона 300 тысяч рублей. Я считаю, что за Mercedes, по крайней мере, если ездить здесь на Дальнем Востоке, среди краунов, ну вы будете явно выделяться. В плане запчастей обслуживания, но я думаю, что они также везутся конструктором и распилом. То есть и в вашу сторону, ближе к западу, этих автомобилей на запчасти покупают с правым рулем. То есть очень большое количество. Так что бояться здесь нечего запчастям, запчастями. Вы будете обеспечены. По-любому. Я вам обещаю. Друзья, и хотелось бы вам рассказать по поводу ваших запросов. Вы ведь звоните, и каждую модель, ну BMW левый руль, Mercedes только левый руль. Но не все эти модели можно приобрести. И какие-то из них, вот как там взять X6, да, к примеру, если вы даже ее найдете, если мы ее найдем, то этот вариант будет торговаться, ну, возможно, раз в полгода. А готовы ждать полгода. Вот. Какие варианты есть на левом руле? Как правило, это автомобили, которые используются для перевозки чиновников, высокопоставленных лиц. Вы можете зайти в статистику и посмотреть, сколько Mercedes S-класса в 220-м кузове торгуются на левом руле. Они есть. Почему? Потому что они там возят вот таких людей. На X6 не повезут их. Поэтому вот этого у них в избытке. Готовы ездить на правом руле? Контакты в описании. Ссылочка на WhatsApp наверху здесь. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.